Что хотелось бы обсудить на этой презентации? То, как себя ведет .NET при исполнении кода, что мы можем сделать как программисты, чтобы этот код работал быстрее, где что-то можно поменять, где-то что-то можно настроить и, в целом, насколько это получается быстро в итоге. Будем говорить про Type Internals, будем говорить про немножко Garbage Collector и про JIT-компайлер. Ну и начнем, наверное, с сравнения Managed и Native кода, потому что существует убеждение, что Managed код намного медленнее, чем Native, но программируя на C-Sharp мы получаем очень много преимуществ в целом. Мы слишком быстро можем написать код, можем написать его как хорошим, так и плохим на самом деле. и, но большой плюс в том, что мы слишком просто можем использовать другие библиотеки, которые, ну, будем считать, не содержат багов, а функциональность содержат, и на этом построить свою какую-то систему. Плюс ко всему множество tools, которые позволяют тестировать наш код. Мы пишем линии тесты, мы потом, ну, понятно, там каких-то меньше процентов ошибок получается, чем с Native. И в то же время исполняемая среда позволяет нам лучше оперировать с памятью. Это касается выделения памяти для переменных и то, что там работает garbage collector, мы немножко платим за это производительностью, но в целом выделение памяти под управляемую переменную, скажем, да, в дотнете, оно быстрее, чем в Native, потому что там ничего не стоит там выделить память в заранее, грубо говоря, известном участке памяти, потому что garbage collector старается там оптимизировать сильно, компактно, делает размещение переменных и все такое. Плюс у нас JIT compiler работает, который оптимизирует код под платформу, и даже если вы написали код не сильно оптимально, то JIT compiler сделает его лучше. Здесь список преимуществ, на самом деле, общих, но то, чего нет в дотнете, это Direct Memory Access, ну, скажем, если мы говорим об управляемости уже памяти, и если пользоваться Unmanaged Memory, то мы получим и Direct Memory Access, но вот по сравнению с, например, Native кодом, если он у нас исполняется, там, ну, неизвестный пути выполнения кода, скажем, то есть мы написали много кодов, он скомпилировался, и если этот объем кода большой, то мы можем не поместиться там в какой-то пейдж, Memory Page. И в случае с дотнетом, так как методы исполняются, ну, компилируются JIT compiler по мере их выполнения, то этот путь выполнения программы, он наиболее вероятно, что попадет в одну страницу памяти, и таким образом будет меньше Page Fault. Это круто. В Native, еще раз, Memory Allocations немножко медленнее работают, фрагментация памяти появляется, потому что постоянно память то очищается, то освобождается, слишком непоследовательно размещаются переменные. И, как я говорил, что мы можем написать плохой код, так вот это касается, конечно же, и Native, и .NET. Везде можно ошибаться. В случае с .NET у нас много компонентов, где можно было бы улучшить производительность, и если рассматривать, ну, если поделить на слои, то на самом верхнем уровне это бизнес-логика, это те куски программы, которые пишем мы сами, и, ну, по большому счету, основная оптимизация должна происходить именно вот в этом, на этом уровне. Нужно оптимизировать свои алгоритмы, доступ к памяти и все такое. На следующем уровне сам .NET framework, это куча библиотек, это сторонние библиотеки, и мы должны понимать, как правильно их использовать, чтобы, ну, не было больно, скажем. Дальше идет CLR, там, где работает garbage collector и JIT compiler, и мы можем их немножко настраивать и работать, ну, писать код так, чтобы, опять же, garbage collector там реже срабатывал, и не так тяжело ему приходилось работать. Ну, JIT compiler мы немного можем сделать хорошего, но чуть-чуть помочь можем. Ну, и на самом низком уровне это assembly code, мы там сделать, по сути, ничего не можем, но, опять же, делая оптимизации на уровнях выше, мы в итоге получим assembly code, который будет наиболее оптимальным. По тому, что я говорил, что мы можем все сделать быстрее, но, естественно, перед тем, как делать оптимизацию любого участка кода, любой там библиотеки, нужно сначала все это замерить. Если мы не будем измерять, то мы не будем знать, получим ли мы выигрыш или не получим. Если просто так оптимизировать, мы просто можем потратить свое время на оптимизацию и в итоге можем даже проиграть. Обязательно измерять. Был недавно доклад по performance measurement. Я не буду повторять, как это сделать, но у нас слишком много инструментария для всего этого. И каждый инструмент служит своей цель. В Visual Studio в той же мы, в принципе, можем посмотреть и как распределяется память, и как используется процессор, и как потоки друг с другом воюют. Все это можно в самой студии сделать, код, но также можно пользоваться еще кучей других инструментов. Я так немного перечислил. И если делать какие-то замеры по времени в коде, то мы можем простым стоплощем пользоваться и смотреть, как долго выполняется тот же код. Также можно просто посмотреть в IL. Достаточно глянуть в код и будет ясно, что там происходит. Я немного сейчас покажу стоп-вотча и IL. Мне интересно, просто слышите вы мне по-прежнему или нет. Если буду отключаться, я не знаю, как вы мне об этом сообщите. Так, по стоп-вотчу. У меня основной посыл такой, что когда будете пользоваться стоп-вотчем, то делать нужно это тоже аккуратно. Давайте я вот так зазумлю. Здесь у меня есть тестовый кусочек кода, где я просто пользуюсь статическими методами, не создаю инстанции стоп-вотча. Просто потом в секунды перевести правильно можно так быстрее тики получать, но это не важно. В примерах этих хотел потестить, например, как ведут себя IS с обычным кастом и как вернет себя S с null-чеком. В принципе, ну какие правила? Во-первых, нужно тестить такие штуки в релизе, потому что, ну чтобы дебаггер там не вмешивался. Во-вторых, сейчас один раз замерим. Там много итераций, поэтому так значительно быстрее выполняется именно S in null-чек, чем из ICAST. Но что может повлиять еще на ваши такие микрозамеры? Вот тут вот есть вызовы методов, и на самом деле большая часть времени может уходить именно на вызов этих методов. Чтобы такого не происходило, то нужно их расписывать. Ну прям тело я просто вставляю, и там было три секунды и одна с чем-то, то мы сейчас можем посмотреть просто как, убрав лишние вызовы, поменяется по времени ситуации. Это уже не три секунды, а уже две. Ну тут, правда, от вызова к вызову немножко время отличается все же, но в целом тенденция такая, что мы, убрав лишний call, просто не стали его перемешивать к нашим замерам, потому что где-то оно могло там оптимизировать, где-то могло не оптимизировать. Ну и, кстати, по оптимизации оно могло сильно повлиять вот на, ну, например, в релизе. Вот я сейчас вам покажу, что не все может выполняться. Вот в релизе я breakpoint ставлю и запускаю. Вот так нормально, но на самом деле после этой операции должен быть вызов метода. Он у меня там пустой, просто так, чтобы, ну, я написал в надежде то, что вот это, чтобы не оптимизировалась операция, чтобы она в любом случае прошла. И если посмотрим в ассемблерный код, который сформировался, то мы увидим, что здесь каст есть, но вызова каких-то методов у вёркера на самом деле нет. Нет call инструкций, только проверка на тип. И, ну, дело в том, что, да, здесь JIT-компайлер вмешивается, и чтобы это не влияло на замеры, то мы должны ещё работать с JIT-компайлером и говорить ему, чтобы он не инлайнил наши методы и просто выполнял так, как мы напишем, чтобы это на наши замеры не влияло. Там всё равно у нас один S и null check работают быстрее. Ну, это так, как мерить. Ещё я говорил про IL, что достаточно посмотреть в IL код, чтобы понять, что быстрее выполняется. И хотел бы продемонстрировать это на примере FOR и FOREACH. Ну, классический вопрос, что работает быстрее. И у меня здесь в примере итерация по листу идёт. И, ну, если смотреть вот в этот участок кода, где сам FOR генерируется, ну, чистый FOR. Вот, здесь, правда, у листа идут альтемы, но мы сейчас от них избавимся. Как ведёт себя FOREACH в таком коде? FOREACH ещё вызывает Git-нумератор, ну, всем известно MoveNext, там дальше идёт. И, на самом деле, тут тоже дело не в самих операторах FOR и FOREACH, как в той коллекции, по которой они проходят. Если я поменяю вот это вот на массив... Ну, обращений к листу больше нет по индексатору. А вот у FOREACH теперь, если посмотрим, то пропали вызовы MoveNext и Git-нумератор, потому что, на самом деле, компилятор оптимизирует FOREACH для арреев, и, ну, нужно знать, в каком контексте просто всё работает, потому что здесь без разницы, что написать FOREACH или FOR. Если удобнее пользоваться FOREACH, то, ну, пожалуйста, просто знайте, что под капотом. И там нечего оптимизировать просто. Так, вернёмся к презентации. Дальше у нас внутреннее устройство некоторых вещей в Детнете. И просто выбирая нужный тип, ну, создавая свой тип, нужно определиться, что это будет структура или класс. Это важно, потому что, ну, в зависимости от характера использования, конечно же, структуры данных, мы, если посмотрим, как это в Детнете реализовано, то вообще-то в Детнете слишком, ну, не слишком, скажем, есть оверхед по созданию референс-тайпов. И если это просто любой класс, любой объект памяти, то у него сразу 12 байт оверхеда появляется. Если это на X64, то там сразу 24. Это картинка из сайта John's Kit, а то там можно и объяснений почитать побольше. Но в целом у нас лишняя память выделяется на сам тип объекта. То есть, потому что там... Так вот лучше сказать. Потому что в самом, ну, в самой структуре только данные хранятся. В самом классе там важна еще таблица методов и этот вот оверхед в начале типа. И если мы просто посмотрим, сколько занимает набор объектов в памяти, то, ну, там сильно цифры начинают отличаться. Здесь, например, всего в массиве из 1000 структур мы получаем просто 12 байт оверхеда на сам арей, но на структуры оверхеда нет. И там только 12 байт самой структуры, 1000 элементов, всего там 12 килобайт. Если это массив из 1000 объектов, то там уже сложнее. Там, во-первых, ну, от 12 байт на массив остаются оверхед, 4 байта на 32-битной системе, на указатель на каждый объект и их 1000. И, ну, 24 байта — это с учетом размера данных и оверхеда класса. Получаем более чем в два раза превышает размер массива в памяти, ну, массива структуры в памяти. Эта картинка как раз про иллюстрацию того, что сами объекты в памяти могут быть где угодно, а массив содержит только референсы. Еще плюс структур в данном случае то, что они в памяти расположены рядом друг с другом, и по ним легче, скажем, ходить. Потому что, когда процессор выгребает данные из памяти, он не выгребает одну структуру, если вы даже к одной обращаетесь. Он там пачку сразу берет рядом лежащей памяти и бросает в кэш. И если вы подряд элементы смотрите, то он достанет их с кэша. И, ну, пока объекты там горячие еще, то их быстрее можно обрабатывать. В этом плюс обработки. Ну, мы знаем там минусы value-type в том, что они копируются. Там тоже нужно внимательно подходить. Слишком большие структуры тоже плохо. И если вы часто копируете туда-обратно структуры, то вы можете потерять процессор, процессорное время потратить. По памяти так понятно, что они там, если локальные перемены, то в стеке хранятся. Это тоже все всем известно, я думаю. И такой вот summary по value-type. Нужно стараться их использовать, ну, если есть возможность, вот именно структуры. Потому что, ну, с ними быстрее получится работать и не будет лишнего выделения памяти в куче. И garbage collector там не будет лишний раз дергаться. Ну, плюс уже, что там все компактно хранится и дефрагментировать тоже меньше нужно будет памяти. Если и вы используете структуры в коллекциях типа хэш-сет, там, лист для сортировки, то нужно тоже вот эти вот equals и getHashCode перегружать для поиска их. Ну, не для сортировки, а для поиска, да. И в чем еще плюс вот имплементить iQuotable в том, что это еще один equals, который только типизированный, и так вы избежите боксинга при вызове equals. Потому что если вы в обычный список будете много структур вкладывать, то выполнив там поиск по большому списку, и если там придется где-то equals вызывать, то там будет каждый раз боксинг. Потому что классический equals, ну, который приходит нам из объекта, он принимает объект в себя. За этим нужно следить и желательно на структурах обязательно, точнее, имплементить iQuotable. Это важно. Ну, дополнительно можно равно и не равно еще перегружать. Про проблемы структур в классах, когда они как property хранятся, тоже должно быть известно, что когда мы хотим изменить field класса, который в свою очередь является структурой, и, ну, например, там в окошке размер, да, то мы должны перезаписывать этот размер полностью, а не изменять x или y там координаты. Потому что мы не дискомпилируем, во-первых, такой код, потому что они не изменяемы в плане доступа. То есть мы, пытаясь, пытаясь доступиться до property, сразу получаем копию этой property. И в копии менять все бессмысленно. Поэтому, ну, хорошей практикой является реализация своих value-type и immutable-type, ну, чтобы даже не было соблазна там чего-то менять. Ну, и, собственно, что еще мы можем импроводить в своем коде? Об этом дальше. Про boxing говорил там, где equals, его нужно, этот boxing, избегать, потому что, ну, как бы вы не хотели сэкономить на структурах, выполняя boxing, получается еще один allocation. Стринг-формат принимает массив обжектов, и вот там вот лучше сразу строки передавать, если это там int или еще чего-то. Но если вы будете передавать туда value-type, то они будут боксаться. Никогда не имплементить на структурах high-disposable. Почему? Потому что boxing также срабатывает при касте структуры к интерфейсу. И если мы будем кастить к интерфейсу, то мы получим опять копию. И в случае с iDisposable это вообще опасно, потому что если кто-то напишет using, то компилятором это раскроется в каст к интерфейсу iDisposable и вызов метода dispose, и вот там вот диспоузнится другая копия структуры. Это плохо. Собственно, как каст структур к интерфейсу, так и вообще каст это плохо, потому что это медленно в некоторых случаях. И в случае с интерфейсом отдельная история – это самый медленный из всех кастов. Если смотреть с кастами между типами и касту к интерфейсу, то вот интерфейс наиболее дорогая операция. Ну и по нашим операторам из explicit cast, как было в демке, то лучше все-таки использовать s и null check, так как мы меньше инструкций процессора генерируем, в принципе, и просто лишнюю работу не делаем. Это микрооптимизация, но оно помогает. По касту, чтобы не быть голословным, по… Вот здесь вот есть в демке касты к разным типам и в нескольких поколениях. Я просто запущу, чтобы посмотреть… Ну, здесь эталон – это без каста. И внизу стоимость каста к интерфейсу. Это тоже из-за внутренней реализации интерфейсов. Интерфейс диспатчинг там медленно работает, потому что там это сложная операция, скажем. Операция каста к base-тайпам быстрее работает, а invalid cast лучше избегать. Доработал наконец-то. Invalid cast – это слишком дорогая операция, потому что там exception будет. Так. Дальше. По тому, что мы можем сделать хорошего для garbage collector, нужно как можно меньше использовать инструкцию new. Как бы это странно ни звучало, но если можно отказаться от new, то лучше это сделать, потому что любая операция new – это в будущем лишняя работа для garbage collector. делать объекты с как можно более коротким сроком жизни. Это правило, ну, где это может случаться. То есть у нас есть филды, если мы можем отказаться от филдов и сделать какие-то манипуляции с временными переменами, то лучше временные перемены локальные, потому что их время жизни – это область видимости в методе. А если нужно принудительно там ограничить срок жизни, то мы можем просто обволакивать эти вычисления в еще одни фигурные скобки. Но это может не спасти, потому что там все равно JIT-компайлер, по идее, что-нибудь пооптимизирует. Но правило такое, что чем короче жизнь объекта, тем лучше. И нужно этого придерживаться. Иногда просто даже занулять свои переменные, если вы перестали их использовать. Ссылки между объектами, они влияют тоже на долгожительность, скажем, объектов, которые там новые создаются. Потому что бывает один объект главный, и у него какие-то подобъекты создаются постоянно. Если он держит на них референсы, то это замедляет саму сборку мусора. Потому что иногда приходится ему бегать и смотреть в поколение старое, второе поколение в нашем случае, не пора ли ему перестать жить. В случае с garbage collection объекты, в принципе, должны жить только в нулевом поколении, по-хорошему. Или всегда оставаться жить. В случае, если там один главный объект, то он, скорее всего, перейдет жить в второе поколение. И все остальные новые его подобъекты, они будут создаваться, естественно, в нулевом поколении. И будут референсы. Вот таких референсов между объектами лучше избегать по возможности. Избегать закрепленных объектов, которые мы можем сделать, используя fixed-оператор. И, ну, хуже всего, когда мы делаем это неявно. И запиненные объекты, они тоже тормозят garbage collection. Потому что, получается, немножко рогментируется память все-таки. Потому что garbage collector не трогает эти объекты. Если они нужны для работы программы, там, при передаче в unmanaged код куда-то или еще чего-то. В нашем случае это unmanaged код. Мы туда какие-то строки, например, передаем. Строки пинаются. И garbage collector не собирает. Избегать. И если нужно, то лучше буфер выделить в unmanaged памяти. И работать уже с ним. Либо вообще сделать буфер для работы с unmanaged кодом в самом начале работы программы. И только, ну, этот один буфер использовать. Он будет запиненный. Пусть висит всю жизнь приложение. Но он уже будет в втором поколении, скажем, и не будет дергаться. Ну, не будет участвовать в этой дефрагментации памяти garbage collector. Ну, если есть возможность избавиться от native calls, то хорошо бы. Но мы с этим... Ну, иногда просто native calls выполняются неявно и не нами. Там, например, file system watcher пинит объекты и такое. Таких классов, наверное, много. В целом, по буферам. В link есть extension to array. Для innumerables его лучше не использовать, потому что он копирует несколько раз эти объекты все. Можно замерить производительность, конечно же, между ту лист и ту array. Но ту array, согласно своим исходникам, просто работает медленнее. Исходники доступны, конечно же. Вообще буферы лучше не копировать, да? Потому что это дорогостоящая операция для процессора больше, если буфер большой. Если есть возможность, нужно использовать пулы массивов. Либо, если используется memory stream, то пул memory stream. Чтобы не создавать стрим, просто в него в один и тот же сюда писать. И у Microsoft даже есть recyclable... Тут что-то... У Microsoft есть recyclable memory stream, который они написали, собственно, с целью пуллинга этих стримов. И, ну, только с 4-5 фреймворка работает. Чтобы сами не писать, можно, конечно, использовать то, что сделали другие. Это сильная сторона .NET. Ну, и есть еще array segment class, точнее, не класс, а структура, которая в последних фреймворках уже и с innumerable, и с некоторыми другими интерфейсами. Раньше было без, было не сильно удобно работать сейчас со всеми этими интерфейсами. И если нужна только часть какого-то массива большого, то мы можем просто взять array segment, сказать ему, с какого элемента работать, сколько нам нужно этих элементов, и работать с частью массива как с отдельным массивом. Но элементы будут жить в основном массиве, и мы не потеряем там сильно в производительности. На array segment стоит обратить внимание, если нужна работа такая с массивами. Объекты тоже лучше пулать, если они дороги в создании, либо чтобы они не участвовали в сборке мусора. И если, я здесь беру ObjectPool. ObjectPool – это класс из Parallel Extensions Extra. Они тоже доступны как NuGet Package, и можно глянуть на реализацию того, что предлагал Microsoft когда-то. Здесь просто коллекция Concurrent Queue по умолчанию. Генератор – это factory для типа, и он просто их пихает себе в коллекцию внутреннюю. Но эта очередь, я бы на самом деле, наверное, использовал Stack, потому что чем раньше будет reused объект, который только что попал в пул, то он, скажем, горячий, может где-то в кэше еще будет, и не надо будет его там издалека доставать. Но в целом идея такая, что объекты достаются из пула, если их там нет, то они просто создаются новыми инстансами. Но чтобы расширить эту функциональность, можно создать свой класс, который будет с этим пулом работать и в Dispose методе возвращать этот объект просто в пул обратно. Дальше. Следующая точка оптимизации – это exception. Если методы бросают exception, то они будут работать медленно. Ну, сам выброс exception – слишком дорогая операция. И если вы логируете exception вместе со stack trace, то доступ к stack trace тоже дорог, потому что формируется полностью stack with of. И если есть возможность отказаться от stack trace, то лучше от него отказаться. Если вы встретите какую-то библиотеку, которая использует exception для реализации месседж-лупа или еще чего-то, то лучше не использовать такие библиотеки. Это будет медленно. Эксепшены тоже можем замерить. Здесь показаны сравнения, в принципе, с пустым методом. Если метод пустой, то это эталон. Если выбрасывают exception, то там намного все медленнее. Ну, в тысячу раз. Быстро скажу, что рефлексия – это плохо. Ну, просто потому что про рефлексию все знают, наверное. И если используется рефлексия для вызова методов, то лучше уже к интерфейсу какому-то прикастить. Я не знаю, там будет быстрее. Но рефлексия сама по себе – это медленная штука. Нужно ее как-то оптимизировать, от нее отказываться. И будет просто быстрее работать. Плюс, опять же, меньше удара по garbage collector будет. Скажи, а если используется рефлексия для атрибутов, то есть для работы с атрибутами, насколько это критично? Какая рефлексия, скажем, больно бьет, какая менее больно бьет? Любая рефлексия больно бьет, на самом деле. Ну, это общее правило. Потому что рефлексия – это доступ к типу, это доступ к каким-то полям типа. Также, ну, смотрится мета-информация, это все медленно. И, ну, если нет возможности отказаться от рефлексии, то, конечно, мы никуда не денемся. Но мы можем чего-то где-то закэшить, чего-то там прикомпилировать и как-то ускорить. Но в целом вся рефлексия медленная. Ясно, спасибо. То есть смысл user dependency injection в библиотеке, ну, немножко отпадает, да? Даже в контексте того, что кастка интерфейса медленный. Да, но мы можем абстрактные классы еще использовать. Есть ли dependency injection на рефлексии и на активатор Create Instance, то, да, это будет медленно. Но есть разные dependency injection, контейнеры, которые друг от друга там по производительности сильно отличаются. То можно смотреть результаты сравнений и брать тот, который быстрее. Ну, конечно, может оказаться не так удобно, как вы привыкли, но в целом привыкается. Ну, это же медленно будет только один раз. Ну, прогрели приложение, все запустили, ну, больше он не работает. Он только на старте приложение замедляет. Ну, в смысле от него отказываться? Ну, когда приложение большое, то, наверное, даже будет несоизмеримо для нас, не ощутимо. Ну, понятно, если мы будем сравнивать там Unity, например, и другие, скажем так, Light Inject там, или как он называется, у них будет. Но для нашего приложения даже только на старте он собрал все, зарегистрировал и дальше потом отдает инстансы. То есть мы избегаем new каждый раз создания, мы можем тот же объект передавать. Вряд ли мы там будем боксинг какой-то иметь. Поэтому почему бы и нет? Ну, я не отказываюсь, на самом деле, все на проектах, потому что это удобно, я этим плачу. Но в остальном, на остальное тоже надо обращать внимание. И по, ну, если Dependency Injection Framework там или какая-то библиотека, она использует оптимальный там доступ, ну, или кэширование там объектов, да, или кэширование инструкций, какая-то кодогенерация-то на лету, то это хорошо, это будет работать не так уж и медленно. Но если всегда активатор Create Instance, то он будет медленно. Но это зависит от того, как мы настроим Dependency Injection контейнер, да? То есть или мы настроим ему visibility per scope, да, там или per request, соответственно, тогда будет, наверное, проблема. Верно уже? Ну, да. Ну, и на Jet Compiler можно немножко сыграть, если такая возможность будет, да. Сейчас, дойдем. Собственно, по Jet Compiler, что мы можем хорошего для него сделать. Но для этого нужно знать, что для него плохо. А для него плохо, если в методе в каком-то содержится там рекурсия, циклы, exception handling, такие методы, скорее всего, не заинлайнятся. Ну, точнее, как я говорю про рекурсию, она может же там развернуться иногда в цикл, то про хвостовые вызовы отдельно можно поговорить. Но в целом, если метод рекурсивный или в нем есть trycatch какой-то или циклы, то Jet Compiler его не заинлайнит. А inlining в целом, он ускоряет, это минус инструкция кола будет, минус, ну, просто тело метода подставится или даже результат вычислится, если там константы какие-то будут, constant folding сработает. В методе не должно быть IL-инструкции, занимающих больше 200 вопайтов. Это жесткое ограничение, конечно, поэтому если, ну, inlining так и работает только на маленьких методах. И тоже плохая вещь – это виртуальные методы. Виртуальные методы чем плохие? Потому что когда Jet Compiler встречает метод, он пытается определить, к какому типу этот метод относится, скажем, и встраивает инструкции на вызов этого конкретного метода. Потому что, ну, сначала, когда запускается приложение и до вызова метода не дошло, там стабы. Там стабы, которые потом перезаписываются на конкретные уже вызовы методов. Если метод виртуальный, то такой возможности, ну, определить, к какому типу относится метод просто нет. И там будет каждый раз выполняться поиск нужного метода. Поэтому методы в своих классах виртуал по умолчанию на всякий случай делать не стоит. И, ну, делать только при необходимости. Если можно отказаться от наследования – отказывайтесь. А если есть возможность пометить класс как sealed, то еще лучше, чтобы больше никто другой не сделал ничего с вашим классом. Тоже касается, в принципе, интерфейсов. Если вызывается из-под интерфейса метод, то если вы под один интерфейс загоните множество разных реализаций, это тоже плохо скажется на производительности, если будете там подряд их вызывать. Потому что JIT compiler каждый раз будет угадывать, ошибаться, какой метод к какому типу относится, и заново исследовать, скажем, делать предположения на уже вот эти вот полиморфические вызовы. Это, ну, долго. Ну, как, не так долго, что пошло вообще. Мы не замечаем этого. Но, в целом, на этом можно сэкономить. Что еще плохо для JIT compiler? Ну, регулярные выражения. И в целом регулярные выражения – это такая серьезная вещь в .NET, потому что это не просто тип, который сможет создаться для регулярных выражений. Виртуальная сборка создается в памяти, и там они запускаются и компилируются туда, потому что они там разворачиваются серьезно. И если есть возможность отказаться от регулярок, то тоже нужно отказаться. Ну, если можно выполнить простой поиск в строке, то он будет просто быстрее. и времени JIT compiler и запуска этого кода. Регулярные выражения можно создавать с флагом rexoptions compiled, но это касается только тех инстансов, которые вы хотите реюзнуть. Ну, то есть, если вы создали себе переменную rex, сделали инстанс этого типа, то старайтесь его реюзать, и тогда вы можете еще больше выиграть, добавив флаг compiled, потому что регулярные выражения, во-первых, тратят время на запуск на свой, и во-вторых, на саму компиляцию. Если вы сразу скомпилируете его, этот регуляр код, и будете реюзать, то потеряете только на компиляции. А уже запуск, он будет работать быстро. Статические методы, конечно, лучше не трогать, если есть возможность, потому что они будут в большинстве случаев медленней, чем реюзнутый инстанс. Ключевое слово – это dynamic. В принципе, в продакшене сложно использовать, потому что под собой он имеет кучу рефлексии, и это медленно мы уже говорили про рефлексию. Сам способ dynamic, он интересен, но лучше ему не быть в быстрых системах, скажем, потому что может сильно замедлить. Ну и плюс – это если вы собираетесь код обфусцировать потом, то вам много придется методов игнорить, потому что dynamic просто не будет работать, если еще обфусцируется код. Там все на рефлексии. Но это уже не касается производительности, поэтому опустим. Ну и линк. Линк красивый, линк полезный, можно понятный код написать легко, но можно легко нарваться на просто кучу созданий ненужных инстансов. Ну или нужных, но их будет много. Потому что в пайплайне, вот в этом, в линке, там чуть ли не каждый метод создает себе какой-то итератор, и это дополнительный удар по garbage collector. Если есть возможность, линк нужно оптимизировать или использовать обычные циклы for, for each, и смотреть, опять же, можно в исходнике линка, чтобы там лишних операций просто не было. Что еще можно сделать? Вот мы говорили про dependency injection, там при первом вызове чего-то медленно работает. Можно при старте аппликейшн сказать среде, какие методы нужно уже скомпилировать, чтобы просто весь запуск потом прошел быстрее, и для этого есть runtime helpers prepare method. Вы просто передаете туда методы, которые вам нужно про-джитать, и он их про-джитает. Ну, вы потеряете только в самом старте, но в целом flow вашей программы будет быстро. Плюс появилась в последних фреймворках profile optimization. Это такая штука, что вы, ну, от запуска к запуску приложения, если вы в коде пропишите такие строки, вот как на экране, то оно будет запускаться и запоминать пути выполнения программы, а потом перед запуском этой сборки оно просто про-джитается сразу по часто используемой пути. Это ускорит работу программы. Плюс, ну, там есть на код-проджекте идеи как бы для воплощения, да. Вот это вот prepare method, он, ну, в этой статье есть, как оно работает, и как здесь по всей сборке, там куча экстендженов написано, куча методов, что при-джитать. В принципе, если нужные вещи при-джитнуть, ну, перекомпилировать, то в целом, ну, будет программа для пользователя работать чуть быстрее, потому что не будет небольших пауз на джит, если там методы какие-то сложные. Вот их можно прямо на стартапе за-джитать. В целом у меня так все, все, что я насобирал. В useful links есть немножко полезной информации. Здесь пара книг, и есть упоминание Son of Strike библиотеки. Та штука, которая поможет вам посмотреть, что получается после того, как отработать джит и там manual по куче команд. И, ну, джит это, на самом деле, последняя вещь, куда нужно уже смотреть. Но если интересно, то можно подебагать приложение уже после отработки джита. Потому что, ну, это, насколько я знаю, единственный способ это посмотреть. Так как тот же nGen, он по-своему оптимизирует код. Ну, а джит каждый раз все улучшается и улучшается от фреймворка к фреймворку. Том. И еще появился новый riu.jit, как известно, Том. А он еще лучше работает и с регулярками, и с всем прочим. Все. Спасибо. Вопросы, если есть, буду рад ответить. Тимур, спасибо большое. Я хотел тебя спросить, наверное, больше уточнить. Смотри, ты говорил, что new вообще лучше избегать. Ну, это, наверное, ты имел в виду, что только для референс типов, да? Ну, да. Если у нас new для структур, то это, наверное, локальные переменные какие-то. Не, ну, это вообще, это могут быть и структуры данных, но мы же их можем создавать, они все равно будут. Но стеки это для нас, ну, garbage collector же никак не нагружает. Ну, так смотря, где эта структура, если она будет. Не, в стеке, ну, именно в стеке. Если на стеке, то да, то, пожалуйста, можете. Ее тут можно создавать. Еще я хотел это, ну, про dynamic добавить. Ну, в принципе, dynamic, мне кажется, в продакшене может жить, если нужно уйти от рефлекшена. На самом деле, хоть он и базируется, но там вот это call site используется и очень оптимизировано. То есть, если нужно просто вызывать какие-то методы, рефлекшен – это плохо, да? Но dynamic – это гораздо лучше. Он гораздо быстрее работает. Ну, я просто еще раз упомяну слово «обфускация», потому что, поскольку оно там генерирует все и все в строковом виде, то после «обфускации» может просто ничего не работать. С этим нужно аккуратно быть. Ладно, там продакшен не может использоваться, но аккуратно, скажем. Ну, а что значит «обфускация» все равно же настраивается? У тебя же все равно же программы, в программе есть строки. Вот поэтому я говорил, что придется много методов игнорить, но помечать как необфусцируемое, потому что это сломает программу. Ну, это опыт, скажем. Не, я понимаю, может это от «фускатора» зависит? Потому что, в принципе, не было таких проблем. То есть, ну, литералы просто помечали, они же все равно как бы… Ну, просто интересно, почему оно так получилось? Есть же «константы», например, ну, и тому подобное, или «редонли» поля. Вот, они же, ну, там, какой-то «месседж», например. А что за «фускатор» был? Вот это я уже не помню, к сожалению. Но, скорее всего, он работал просто по сгенерированному коду. И это было… Ну, там же куча строк было. Я, в принципе… У меня же «linkpad» есть, я могу что-нибудь на «Dynamic» написать. Лучше «программ» взять какой-нибудь. Тут еще ничего нету, да. Ну, это лучше смотреть этим «дотпиком», например, что он там сгенерирует. Ну, «дотпика» у меня же нет, у меня есть «just decompile». Ну, «just decompile», они одно и то же делают. Вот этого точно стоит избегать, насколько я помню. Ага, что-то тут написано. Ну, теперь, если «a», например, присвоит там строку. Это же «Dynamic». Или, например, «a.» там еще что-то сделает. Нет, я сейчас… Тут надо про… И… И вызвать же надо. Потому что, ну, «dynamic» он не такой прямо, это хоть и «dlr», но там… «c». Окей. Он тут просто… Ну, то ладно, но он нагенерил всяких колл-сайтов, да. Ну, да, но колл-сайт это окей. И… Ну, строк здесь и не будет, это «illcode». Вот строки, они идут вот то, что «cs», там «слэшик», «нолик» – это они вот там вот будут «но». Ну, просто он на рантайм много чего перекидывает, но он, в принципе, проверяет тоже. То есть, ну, в рантайме, правда, но… То есть, нельзя там, например, сделать что… А потом «dynamic12» сделать ее, например, строкой, потом снова ее к «intu» привести и, например, «increment» вызвать. Да, он вдруг гнется в рантайме. Ну, это просто я привел как аналог… Ну, я за вот эту вот строку. Угу. Тут вот оно в строковом виде просто это будет, и оно зафиксируется когда-то, а тут поломается где-то. Угу, я понял. Ну, то есть, это… Я понял, чему относятся теперь. Вот, ну. Еще. А, еще единственное, наверное, Тимур, я хотел добавить, что, ну, «benchmark» – это, ну, сложные штуки, и мне кажется, в принципе, надо какие-то использовать, вот как ты писал, микро-бенчмарки, потому что, ну, это зависит не от того, сколько раз там, ну, запустишь, например, там, в цикле, потом среднее посчитаешь, а это зависит от того, прогрет, ну, метод CLR, да, какая версия, на каком root-жите это запускались или на legacy-жите, какая-то таргет-платформа, ну, и, соответственно, могут быть разные-разные вещи. Да, согласен, да, я, кстати, забыл, наверное, в демке упомянуть, что методы еще прогревать бы желательно, да, то вызвать один раз лишний доза мера по времени, и там уже джитом они прогонятся, и будет работать как в реальных условиях. Ну, еще, мне кажется, и там есть проблема то, что надо в отдельных процессах каждый раз останавливать, запускать снова, потому что так уже CLR знает, что там делать, и он уже возьмется джитом. Ну, то есть, я к тому, что лучше взять какой-то это, не писать самому еще один бенчмарк. Ой, да-да, лучше использовать готовый, это просто уделить же много было там, я не знаю, там measure read есть еще чего-то, можно бенчмаркать, ну, лучше готовыми утилитками. Ну, и перформанс смотреть обязательно, как улучшается, ухудшается после чего. А еще вот про exception я вот вспомнил, там на самом деле даже если просто блок обернуть в try-catch, уже теряется перформанс, даже если exception не прокинется, но просто мы уже используем try-catch, это все на 50% падает. Да, ну, это сложно оптимизировать, это, во-первых, используя там структуры операционной системы для синхронизации чего-то, да? Критические секции. Вот, 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 ну, критические секции, это у нас монитор, по идее, уже когда мы локаем что-то. Не, ну, можешь найти там, а ты можешь в линкипаде сразу посмотреть, там написать просто try-catch, и он там что-то напишут, вот какой-то там ход в секции. Я тоже точно не помню, как она называется. Там какая-то команда есть, и л-кода. Что там напишет же, как раз try-catch. Да, вот они вот, получается, leave, nice, lock, это вот эти секции какие-то. Можно посмотреть, что это вот leave as, что за section, оно protected, да. Ну, если никто не говорит, то я скажу, я там упоминал pool, и если думаете, что это не поможет, то могу сказать обратное. И мы писали application для взаимодействия с аппаратурой, где нужно было по протоколу часто буфер передавать. И pool нам, в принципе, сильно помог. Мы перестали ощущать там задержки в передаче данных. Это хорошее решение. А pool какой, Timur, использовали? Ну, то есть, recyclable memory, который... Нет, мы не stream, там у нас надо было array, мы смотрели какого... У нас были в pool массива разного размера. Мы смотрели, какого размера нужен массив, и выдавали такой массив, если он был у нас в pool. Если нет, то создавали. Круто. Сейчас, кстати, появилось, я там линки кинул в чате, system buffers называется. Это майкрософтовская разработка. Они тоже сделали как раз на базе pool объектов. Они очень много где используют. Они для string builder используют свои пулы. Вот. Там есть вот предпоследняя ссылка. Вот тоже у них, получается, можно взять эти байтики потом. Вот. Может интересно будет. System buffers. Посмотрим. Это в 4.5, да, появился? А что именно? System buffers? Да. Это уже идет .NET Core. Они там разрабатывают. Но, соответственно, он будет и доступен и для 4.6, и для 4.5. Ну, TNX полноценный, full framework. Такой вопрос. Тимур, ты мерил dependency injection контейнеры какие-то ставни? Сам нет, но я точно находил результаты измерений. И для NINJECT там все печально было. Ну, мне нравился синтаксис, но он медленный. А для какого хорошо? Вот, по-моему, structure map, если не ошибаюсь. Афтафак какой-нибудь. Можно еще посмотреть Light Inject, по-моему. Вот, можно открыть. Он прям так и называется. Но, по-моему, сейчас каждый новый dependency injection контейнер начинается с того, с таблицы. То, что он сравнивает себя с предыдущими. Вот. Ну, можно открыть. Сейчас я даже найду Light Injector. Давай я быcji. Личитно. Лайт инжекот. М-м-м. Наверное, это мобильная версия. Я думаю, он просто в интернет-эксплойере не работает. Ну, на один инжектор больше. Нет, я слышал, у нас даже это использовали, его в компании, в принципе. Люди говорили, что довольно, то есть функциональности хватает. Единственное у него, насколько я помню, ограничение, что конструктор должен быть один. Это серьезно. Там он даже ссылку скинули уже. Один для программы или для модуля? Для класса. Итог тут есть? Лучше всего брать такой код, который написан, и, мне кажется, запускать у себя. Потому что версия обновилась, что-то стало хуже, что-то лучше. Потому что каждый новый инжектор начинает работать. Они написали 15 строк-кодов, запускают, у них все быстро работает. Они говорят, мы самый новый, самый быстрый. Используйте нас. Потом обрастают функциональностью и все. И становится Unity. По-моему, один из самых старых это AutoFuck, как раз. Его и до сих пор пилят. И он не из медленных, скажем. Есть еще, по-моему, Will, как-то, WhistCastle или еще что-то такое. Он, по-моему, генерирует даже код. Он Emit и использует. Но тут надо посмотреть, есть ли он. Ну, Castle Windsor. Вот это Windsor. Да, Windsor. Надо найти его. Он тоже должен, в принципе, быть быстрым. Average. Ну, тут сложная оценка. Но в целом... Ну да, надо еще будет мерить, наверное, на своих куче типов. Ну, в первую очередь, смотреть на готовые результаты. Там уже на удобство меньше смотреть. Если кто-то к Unity привыкли, к NNJ, то вот NNJ, кстати, написано. Он slow. Он интересный сам по себе, но он медленный. А, есть еще вырез, slow. Да, мне кажется, основная идея, как бы, ну, тут понимать, зачем он нам нужен. То есть, если он, правда, нужен нам удобно, и у нас большое приложение, то, ну, старт, ну, долгий будет старт, ну, хорошо. Ну, прогрели все, потом приложение будет быстро работать. Ну, на этом, мне кажется, ему, как ты говорил, надо профайлить, да. После того, как профайлили, посмотрели, что, да, там, долго выходит. Create Instance, например, если создается. Ну, я думаю, что сейчас хорошие, такие популярные, уважающие себя, но так уже не делают. Самому точно писать не стоит. Injector. Но только если на собеседование. А. Ну, я думаю, если больше вопросов не будет, то можно заканчивать и идти работать. Ну, я думаю, что это. Ну, я думаю, что это. Ну, я думаю, что это.